приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы хотим поговорить о словах поговорить о фразах которые закрывают ваш денежный канал и денежные потоки к сожалению к вам когда перекрыты чтобы вы не делали как вы не боролись бы с этой проблемы вас ничего не будет получаться а очень часто бывает самое простое это проблема в нашей голове а соответственно в наших словах в наших привычках и мыслях поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и вы будете знать какие фразы закрывают потоки денег вашу жизнь всем приятного просмотра знаете мы с вами очень часто говорим слова особенно между друзьями знакомыми соседями и не осознаем того что мы говорим точнее мы говорим но очень часто среди среди фраз среди предложений прорываются слова которые ставят блокировку на денежный поток в нашу жизнь и эти слова мы рекомендуем от прямо сейчас записать на листок бумаги и осознать и и после этого сжечь а пепел развеять по ветру и если вы как только почувствовали что вы начинаете опять эти по фраз произносить почему мы произносим какой момент мы произносим эти фразы когда нам тяжело когда нам мы эмоционально расстроены мы недовольны что несправедливо по отношению к нам что мы нас обманули что нам доставили какую-то боль и так далее и в эти моменты человек возвращается к негативным фразам к разрушительным фразам которые несут и определенные последствия поэтому поэтому эти слова нужно осознавать и понимать что и говорить нельзя потому что когда вы говорите эти ужасные тяжелые слова вы например целую неделю вырабатывали эту привычку не говорить эти слова вообще а условно в пришли магазин вас встретила соседкой и вы начали обсуждать конечно же какую какой вопрос вопрос денег и вот здесь каждый из вас решив показать себя соседки рассказать своей тяжелой жизни начинаете прямо закладывать программу что у вас нет денег проанализируйте пожалуйста многие не осознают и не понимают почему они это говорят они думают о том что если они это говорят вот прямо сейчас сказали да а вот через полчаса они будут говорить аффирмации какие-то магические слова проводить практике и все прямо сразу восстановится вы знаете так не бывает потому что нужно всегда работать и как правило это комплексная работа если вы хотите устроиться на высокоплачиваемую работу но у вас в вашем лексиконе в вашем словарном запасе очень мало положительных созидательных слов вы даже иногда не сможете найти хорошую высокоплачиваемую работу потому что придя на собеседование и общаясь с менеджером по персоналу общаясь с директором предприятия или с предпринимателем вы он будет чувствовать что вы не тот человек который нужен потому что вы несете разрушения вы несете негатив конечно другое дело когда вас к вам предлагает работу где-то на рынке в переходе или еще что-либо там именно такая аура аура негатива аура злости ненависти и конечно же когда вы настраивайтесь на такие работы соответственно у вас будет такая жизнь проанализируйте когда человек устраивается даже например уважаемую компанию и когда человек устраивается на работу на рынке например продавать те же овощи или какие-то определенные товары вы всегда будете чувствовать разницу или например вы работаете в какой-то сетке тоже пода пример по продавцам сетки допустим бытовой техники или какого-то уважаемого в стране гипермаркета да там есть свои внутренние нюансы мы не будем они говорить но мы говорим а вообще к что как вы должны одеваться как вы должны улыбаться как вы должны общаться с клиентом вас даже этому учат и какой-то степени вы уже начинаете в перепрограммировать потому что вы осознаете вы понимаете что если вы будете говорить по-другому вы лишитесь этой работы а на рынке на рынке как правило все говорят как хотят хамят друг другу выражаются нецензурными словами к чему это приводит приводит к тому что человек не может вырваться из этих вот найти вот цепей даже поэтому чтобы такого не было и не произносите слова и первая фраза которую никогда не нужно произносить а звучит следующим образом прямо сейчас записывайте и у меня нет денег эту фразу мы как правило любим говорить везде и всюду даже когда ваша например ваш ребенок подходит к вам и говорит о том что мы можно мне купить конфетку вы всегда говорите у меня нет денег вы уже себя перепрограммируйте на то что у вас даже нет денег на покупку каких-то сладостей например на покупку каких-то необходимых вещей вы сами перекрываете денежные потоки это не происходит за один день и ли за полчаса но просто когда вы произносите каждый божий день у вас соответствующий будет результат поэтому такую фразу нужно исключить из своей жизни конечно вы спросите а что же отвечать если подошел жена подошла ребенок родители попросили а у вас в этот момент нет денег деньги отвечайте такую фразу деньги есть я зарабатываю и мы купим то-то и то-то вот это правильнее фраза чем фразу меня нет денег помните об этом следующую фразу которую никогда не нужно говорить это фраза деньги хорошему не приведут к сожалению мы все пережили 90-е годы этот момент те люди которые имели деньги большие деньги то есть был супер и перед когда или ты имеешь деньги или ты не имеешь ничего и все осознавали понимая что те кто имеет деньги значит занимаются чем-то нечестным нехорошим и это как правило приводила к не к плачевным последствиям всем и об этом помнит помним но давайте начнем с того что это время ушло и слава богу она уже не вернется мы сами живем в мире тех технологий где деньги вы можете зарабатывать в интернете и говорить что это плохо нельзя потому что через интернет вы можете открывать магазин вы можете оказывать услуги при этом в любой сфере вы можете ввести в социальных сетях и также зарабатывать и деньги это неплохо это нормально главное их принять следующую фразу которую не стоит говорить которая звучит следующим образом сожалению эту фразу как правило говорят наши бабушки наши дедушки конечно же они прожили очень тяжелую жизнь кто-то прошел в вторую мировую войну отечественную войну тяжелые времена поднимали страну и этих людей нужно дать им должное они прожили тяжелую жизнь и они никогда не выбросит куда же последний кусочек хлеба они всегда и доедят последний последний салат то что остался там в тарелочке и так далее их не а коронная фраза звучит следующим образом не жили богато нечего и начинать неправильно нужно всегда жить богато и начинать нужно каждый день менять себя менять свою жизнь и свое окружение следующую фразу которую не стоит никогда говорить звучит следующим образом жизни есть более важные вещи чем деньги узнать деньги это энергия то в первую очередь не бумажки которые мы с вами получаем на на руки или получаем на карточку деньги это в первую очередь энергия так же самое когда вы работаете вы тратите определенную энергию независимость это будет физический труд или умственный труд но вы тратите энергию обратите внимание когда вы работаете физически или умственно вы в конце рабочего дня устаете и вы устаете вы даже возможно не осознаете но вы тратите свою энергию в очередь а взамен вы то что вы тратить энергию вы получаете деньги другой момент сколько вы получаете денег но вы тратите свою энергию поэтому не должно быть такого понять это важно это неважно все нужно работать и быть вашей жизни комплексно и деньги должны быть и вещи должны быть и все должны быть счастливы и здоровы и так далее это очень важное нужно понимать это следующую фразу которой не нужно говорить никогда моя бедность это мое наказание и мой крест вы должны понимать что как только вы это думаете говоря о том что это ваше наказание что это ваш грех или ваш крест который вам нужно пронести через всю жизнь мы будем сказать вам что вы ошибаетесь почему ошибаясь здесь дело в том что каждый человек может изменить свою жизнь при этом изменить жизнь свою кардинально и обратите внимание своем окружении у человека каждого дается шанс шанс изменить свою жизнь шанс открыть свой бизнес шанс устроиться на высокоплачиваемую работу шанс встретить любимого человека только каждый раз мы с вами трусим и трусы большие трусы мы боимся мы боимся того что ой а что же мы будем делать случае этого а если у меня не получится то меня значит и будут осуждать и так далее перестаньте об этом думать бедность это не ваш крест на данном этапе у вас так но как только вы начнете мыслить менять свои привычки вы измените свою и жизнь следующую фразу который не стоит говорить на всех денег не хватит это очень фраза как говорят большинства людей но вы должны понимать о том что бесконечная вселенная бесконечно как знак бесконечности он есть и все так же самое как и есть бог это абсолют он есть он каждым из нас и говорить о том что денег вам не хватит а кто вам об этом сказал вы сами себе судья вы хотите иметь деньги вы их должны иметь но вы должны понимать что для чего вы хотите одно дело вы хотите денег для того чтобы купить себе остров при этом работая уборщиком до или другое дело работая в компании работать например простым экономистом бухгалтер вы понимаете о том что вы можете себе позволить одно второе третье пятое десятое вы должны а понимать и осознавать разницу следующая фраза что большие деньги большие проблемы самый маленький пример это сегодня наша молодежь которая зарабатывает в инстаграме вконтакте других социальных сетях они зарабатывают большие деньги если вы с ними пора разговоритесь встретить встретитесь просто пообщаетесь вы увидите что это простые люди да у него крутая человека эта машина может быть самая дорогая квартира в городе но вы знаете он просто себя ставил планку вы не знаете с какой машину начинал какой арендованной квартире или в коммуналке он жил поэтому большие деньги это небольшие проблемы большие деньги это большие возможности и желание изменить свою жизнь следующая фраза деньги приносят несчастье это знаете с переплетается с прошлой фразой что деньги большие деньги большие проблемы никто ничего не приносит несчастье так это нам было надумано обществом чтобы люди страдали переживали болели нервничали деньги всегда приносят это еще раз мы говорим это все работает комплексно если вас осознаете и понимаете вы всегда будете жить в изобилии поэтому убирайте эти фразы из своего лексикона помните деньги это энергия и наша вселенная построена таким образом что всех благ хватит всем деньги это не то для ради чего нужно существовать деньги это свобода кто-то сейчас нам скажет какие громкие пафосные слова но вы должны понять что вам скорее всего так легче жить говоря о каких-то моментах и говоря о том что это невозможно ведь легче сказать слово невозможно и закрыться закрыться в своей квартире никуда не выходить а ведь можно выйти из квартиры встретить знакомую поговорить узнать как у нее дела и заодно где возможно кто-то ищет например себе сотрудника или еще человека который бы выполнял теле определенные задачи или возможно гуляя по городу или по своему деревне и селу вы для себя откроете новое хобби которое принесет со временем деньги да нужно работать нужно трудиться никто не говорил что будет легко но вы должны понимать как только вы начинаете мыслить по-другому вашей жизни появляются люди появляются события которые могут действительно изменить вашу жизнь